В Сирии первая группа российских специалистов по разминированной выдвинулась с авиабазы Хмими в направлении Пальмиры. Колонии предстоит пройти 300 километров. Ожидается, что уже скоро наши инженеры начнут оборудовать базовый лагерь вблизи архитектурного комплекса. А непосредственно к разминированию саперы приступят через несколько дней. Чтобы был понятен масштаб, только что наш Центр по примирению сторон сообщил, что сирийские военные, уже находящиеся в Пальмире, обезвредили 1230 мин и самодельных бомб. Из Сирии репортаж Александра Евстигнеева. В Пальмире их заждались. Помощью у российских саперов сирийцы попросили, как только выбили ИГИЛ. Сами не справляются. Чистить древний город от мин Москва направила 300 специалистов. Инженеров противоминного центра Министерства обороны. Рано утром они выстраивают колонну. В этой колонне 30 машин. Это и техника для разминирования, и автомобили с теми самыми роботами, и автомобили с личным составом. У этой группы есть все. Даже своя полевая кухня, чтобы на месте не зависеть от принимающей стороны. Вот бронетранспортеры, которые блокируют фугасы на радиоуправлении. Подавляют взрыватели своим сигналом. А здесь новый робототехнический комплекс разминирования «Уран-6». У военных инженеров с собой таких несколько. Если сапер ошибается один раз, задача робота наступать на мины раз за разом. Подорвался, значит, обезвредил. И поехал дальше. Оператор управляет таким минным тральщиком с расстояния в полтора километра. Он как и в городской местности, так и в полевой может работать. У него несколько рабочих оборудований, то есть несколько тралов навесных. Они сменные, они меняются. То есть в зависимости от этого. В зависимости от грунта поменяли трал и поехали вперед разминировать. Это у нас Берта, минно-розыскная собака. 2009 года рождения. Немецкая овчарка Берта тоже будет спасать Пальмиру. Искать взрывчатку. 40 минут работы, полчаса отдыха. И так несколько раз за день. Там, куда робот не проедет и сапер где не пройдет. Мало места ему, площадь маленькая, не развернуться. То тоже здание, мешает что-то. Собаке проще. Она может перепрыгнуть. В ту же комнату ее, например, завести. Ей намного проще. Отпустить даже без поводка. Она будет работать одна, без вожатого. Пальмира сейчас нашпигована взрывчаткой. Инженерам предстоит разминировать территорию размером с 300 футбольных полей. Начиная с окраин, где у ИГИЛ была первая линия обороны. Конечно же, будут работать в современных жилых кварталах. И особенно бережно, в древней части города. Мы будем уже определяться по месту, что необходимо будет международному сообществу. Что в первую очередь и соответствует для восстановления культурных ценностей мирового наследия. Разминировать Пальмиру армейские инженеры начнут через несколько дней. По прибытию в город группа сначала разобьет базовый лагерь. Российские саперы пройдут до Пальмиры маршем 300 километров. Древний город расположен в самом центре сирийской пустыни. Провинция Хомс. Эта территория практически полностью зачищена от террористов. И тем не менее, колонну по пути следования будут сопровождать боевые вертолеты.